Приветствую всех на канале. Тема этого видео волновой анализ DXY или индекса доллара. На самом деле, учитывая то, что в мире все динаминировано в долларах, очень важно отслеживать, что же происходит конкретно в этом индексе, насколько силен сейчас доллар, будет ли он укрепляться или будет он слабеть. И на самом деле, циклический анализ вполне может отвечать на этот вопрос, учитывая то, что здесь прослеживаются довольно четкие закономерности, о которых я собираюсь вам рассказать. Не буду скрывать, что я ничего этого не придумывал. На YouTube вы можете найти Стива Миллера, который занимается циклическим анализом. Соответственно, циклил все эти я взял у него, перенес к себе на графики для того, чтобы посмотреть, проанализировать. И, в принципе, идея мне понравилась, я ее буду применять также для отслеживания той ситуации, в которой мы находимся. Итак, конкретно в индексе доллара сейчас вы видите месячный график. И у нас есть несколько циклов. Микроциклы 20-месячные, 40-месячный цикл побольше, довольно большой 80-месячный цикл и самый большой макроцикл, который включает 160 месяцев, либо 13 лет с плюс 3-4 месяца. 13,33, если быть точным. Соответственно, мы можем посмотреть динамику доллара, как он двигается. Я поставил низ цикла как раз вот здесь, в районе 2008 года. Мы знаем, что там у нас был кризис, и доллар там показал свои низы. И вот я начал отсчитывать эти циклы, исходя из того, что здесь я предполагаю большой был лоу по макроциклу. Но если посмотреть на вот этот макроцикл, здесь прям четко видно, что мы росли с 95-го и остановили свой рост в 2008 году. Сейчас мы находимся в следующем большом макроцикле. Но давайте для начала посмотрим, как из себя ведет доллар, когда он проходит эти микроциклы. Вот мы начинаем с апреля 2008 года. И я иду по циклу, а вы наблюдаете, что происходит с долларом. Он очень четко растет вместе с циклом и падает, когда цикл начинает загибаться. И это, в принципе, картинка сохраняется. Соответственно, вы можете легко предполагать, какие движения ждать от него, исходя из этих всех предположений. Сейчас мы как раз ставим низ по доллару. У нас сходится целых 4 цикла. Давайте посмотрим на то, как ведут себя вот эти циклы побольше, которые включают в себя 40 месяцев. Здесь также видно, что мы ставим верхи, где-то по центру этого цикла примерно, и спускаемся вниз. Соответственно, здесь нужно обращать внимание на следующее. Если лоу в конце цикла был выше, чем в начале этого цикла, соответственно, можно предположить, что следующий цикл продолжится рост. Наверное, как-то так. Поскольку я небольшой специалист в циклическом анализе, предположения такие я делать не буду, вы можете ознакомиться с видео, я уже упомянул Стива Миллера. Главное, на что нам стоит обратить внимание, то, что у нас заканчивается большой макроцикл, и заканчиваются все остальные циклы примерно сейчас, где-то в районе лета-сентября. Циклы могут быть сдвинуты плюс-минус полгода, там 3-4 месяца. Для таких больших циклов это, в принципе, небольшой сдвиг. Соответственно, мы ждем где-то здесь низы доллара. Если мы ждем низы доллара, значит, мы ожидаем, что в течение следующих, ну, как минимум, 3-4 лет доллар будет укрепляться. Как правило, укрепление доллара идет вместе с ослаблением рынков, ослаблением золота и так далее. То есть, если доллар растет, соответственно, каких-то инфляционных ожиданий, с ними можно попрощаться. То, о чем сейчас все говорят, и вот этот циклический анализ, он как раз является большим противником того, что доллар будет падать дальше. То есть, он может сейчас еще допадать какое-то время. И сейчас я как раз два варианта опишу, которые я рассматриваю сейчас. И в одном из этих вариантов доллар может снизиться еще довольно сильно, вплоть до 80 по своему индексу. Но, в любом случае, далее нас ожидает довольно затяжная фаза роста. И у нас начинают 4 цикла одновременно расти. Вот у нас здесь такая была картинка. Соответственно, доллар прям резко вырвался наверх. То есть, он немного буксовал. 3-4-5 месяцев, после чего начался рост. И, в принципе, вот он и продолжается на протяжении всего этого цикла. Поэтому сейчас мы где-то должны были ставить низы по доллару. Возможно, мы их поставили. Ну и для того, чтобы предположить, что здесь может быть, давайте обратимся к теории волновой эллиота. И посмотрим. Значит, здесь у нас была первая импульсная волна. Ну, во-первых, начнем с того, что здесь была какая-то коррекционная волна. Очевидно, что она закончилась. И отсюда мы ждем 5 волн. Первая волна прошла. Импульс. Коррекция АБЦ. Вторая волна. Здесь вопросов никаких нет. Далее вот к этой волне есть вопросы. Была ли это большая тройка, либо здесь заканчивалась только маленькая тройка в третьей волне. Значит, давайте попробуем считать. Первая волна. Вторая. Сейчас идет третья волна в третьей. Первая, вторая. Третья, четвертая. И здесь закончилась, получается, у нас третья волна в тройке. Сюда куда-то мы ставим четверку. И где-то плюс-минус через год-полгода мы будем расти в пятой волне. Соответственно, тройка закончится только здесь. Четверка закончится здесь. Ну, пятерка где-то будет дальше. Может быть такой вариант. Вполне. Почему я считаю, что вот эта вот четверка, если мы продолжаем развиваться в виде импульса, она может относиться именно к третьей подволне. Потому что мы уже зашли на территорию первой волны. Соответственно, вот это движение, если вот это все считать четверкой большой, мы уже импульсом считать не можем. Но у нас есть второй вариант, который может быть вполне себе реальным. И он заключается в том, что здесь мы начинаем чертить начальную диагональ. Соответственно, тройку эту я приставляю сюда. Здесь у нас закончилась четвертая волна, вот в этой третьей. Соответственно, тройка закончилась здесь. И сейчас мы продолжаем делать зигзаг четвертую волну, которая может вполне прийти в район 80 по индексу доллара. И за это говорит то, что у нас тройка закончилась как раз очень неплохо на уровне Фибоначчи 1.61. Прямо очень четкое касание, все очень красиво. Соответственно, пока что я предполагаю, что это была тройка. И учитывая то, что четвертая волна уже зашла у нас на территорию первой, здесь мы можем ожидать только развития, получается, начальной диагонали. И в этом смысле доллар может еще довольно сильно припасть вниз в район 80. Такие два варианта есть. Если у вас есть какие-то альтернативные взгляды, поделитесь. С удовольствием посмотрю вашу разметку, можете прислать мне ее в Twitter. У меня, кстати говоря, есть канал в Telegram и в Twitter. Подписывайтесь, если вы не подписаны. Если вы не подписаны, прошу прощения, там довольно много интересного. Ну, соответственно, если у нас четвертая волна закончится здесь, то мы ожидаем пятую волну. Скорее всего, она не дойдет до вот этой линии, где-то рядом с чем закончится. Но в любом случае четверка, она плюс-минус в течение полугода-года будет закончена. Я думаю, скорее даже раньше. После чего будет довольно серьезное восхождение доллара. Мы перепишем верх третьей волны, который был в районе 103. То есть взгляд такой. И второй вариант, который я уже огласил, то что мы еще пока что не доделали тройку. Сейчас мы только делаем ее четвертую волну. Но в любом случае через 3-4 месяца я ожидаю укрепления доллара. Будет ли это пятая волна тройки, либо это будет уже пятая волна вот этого начальной диагонали. Мы посмотрим, как оно будет. Все будет зависеть от того, куда он уйдет. Здесь вот этот зигзаг, который мы делаем АБЦ. Как раз вот эти уровни, которые довольно часто отрабатываются. Это единицы и 1,61,8. Естественно, единицы у нас находятся в районе 87,88. И 1,68 в район 78. Соответственно, как раз вот где-то здесь, в районе этой линии, куда может прийти четверка, если это все начальная диагональ. Ну вот на этом, в принципе, все. Обязательно ставьте лайки этому видео, пишите комментарии. Это помогает продвижению этому каналу. И до встречи в следующих видео.